Итак, смотрите, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что это все пока только теория. Вот вы, когда придете домой, вы поймете, что так вы не можете жить. Человек не может сам из страсти перепрыгнуть в благость. Это невозможно. Почему? Потому что эти силы непреодолимые, веды говоря. Человек может быть благостным, жить благостной жизнью только тогда, когда он сдает экзамен. В чем заключается экзамен? Человек должен плакать по внутренней жизни. Он должен садиться рано утром и молиться, желать всем счастья. Если он не может молиться, должен слушать лекции о том, как это делать, чтобы у него появилось вдохновение. Всегда благость перетекает от одного человека к другому. Но когда человек в своем сердце уже настроен никого не трогать, у него есть знание о том, что это и есть настоящее счастье так жить, тогда в этом случае он начинает естественным образом само собой так жить. Вот допустим, как бросить курить? Не надо бросать курить. Не надо бросать курить. Надо просто начать общаться больше с людьми, которые живут другой жизнью. Не то, что они не курят, они живут другой жизнью, понимаете? Потому что человек в страсти может курить, может пить, ему как-то надо снимать напряжение. Человек в благости живет спокойной жизнью, счастливой. Человек в страсти живет в напряжении. Человек в невежестве живет в состоянии, в котором он, ну как бы хмурном состоянии, понимаете? То есть он постоянно то выпивший, то обдолбанный там, то еще что-нибудь, понимаете? То есть он не может в нормальном состоянии. Человек в страсти, он в напряжении, потому что он стремится к счастью. Счастье у благостного человека внутри. Счастье у страстного человека снаружи, в обществе. Счастье у невежественного человека исходит из него самого. То есть он считает, я буду счастливым, все остальные мне по барабану. Страстный человек сотрудничает в своем счастье. Благостный человек знает, что этот мир создан для экзамена, поэтому надо сдавать экзамены и будет счастье потом. Видите, люди по-разному мыслят. Все эти три категории людей по-разному мыслят. И по факту не может быть счастливой семейной жизни, если ты не сдаешь экзамены. А самый тяжелый экзамен судьбы – это семейная жизнь. Поэтому не сдал экзамен, счастья нет. Все. Что это значит? Это значит, ты еще не в благости. Вот и все. Когда человек становится в благости, у него есть муж, допустим, у женщины есть муж или нет мужа, она чувствует счастливо себя. Почему? Потому что она знает, почему нет. Раз она знает, почему нет, она также знает, когда будет. И поэтому она спокойна. Вот, допустим, человек голодный, но он знает точно, когда поест. Он успокаивается? Все. Когда это знание приходит? Когда ты осознаешь, где пища. Пища находится в твоей судьбе. Если ты не замужем, а женщина любая должна быть замужем. По правилам. Она должна быть замужем. Почему она не замужем? Потому что она не сдала экзамены. Что надо делать? Хочется замуж, Олег Геннадьевич. А надо что делать? Надо сдавать экзамены. Хочется замуж означает скупость. Благость что такое? Жить внутренней жизнью и довольствоваться тем, что Бог дал сейчас. Довольствоваться тем, что у тебя есть. Считая, что это правильно в моей судьбе. Итак, виды семейной кармы бывают трех видов. Но если человек переходит в благость, то он побеждает свою тяжелую семейную карму. По факту сейчас большинство людей на земле имеют тяжелую семейную карму. Невыносимую. Поэтому 80% разводов статистика в нашей стране. Ну то есть 100 человек расписались, значит 80 из них разведется. Все. Это такая статистика. Как влияет на семью карма ее членов? Знаете, интересная тема, потому что на самом деле существует семейная карма. Что значит семейная карма? Веда объясняет, что существуют разные ветви судьбы в этом мире. И каждая ветвь, она предназначена для каких-то определенных людей. Вот, например, мужчина бросил свою жену. В следующей жизни он попадает в такую ветвь, в которой женщин бросают. То есть он рождается женщиной в следующей жизни, в такую ветвь семейную, в которой женщин бросают. Теперь вопрос заключается в том, может ли эта женщина уже в следующей жизни сохранить семью? Может, может, если сдаст этот экзамен, который предназначен не только для нее, а также для ее мамы, для ее бабушки. Почему так? Потому что иначе экзамен не сдашь. Смотрите, как интересно. Если ты попадаешь в семью, в которой женщин не бросают, то ты естественным образом получаешь знание о том, как правильно жить с мужчиной. От тех женщин, которые живут, не брошенные. Но для того, чтобы тебе свою карму воплотить, ты должна попасть в семью, в которой женщин бросают. Потому что иначе как тогда ты экзамен сдашь? Вот и все. То есть это не значит, что мама виновата в моей судьбе, и бабушка виновата, и прабабушка там, и вся эта линия. Нет. Просто ты попадаешь в эту семью, потому что там твои экзамены. Вот, допустим, вот это безумие, допустим, идут экзамены разные. Я, допустим, учусь на физмаке, да, и мне надо там физику и математику там сдавать. Так? А я говорю, это несправедливо, хочу сдавать литературу. Ну, это безумие. Ты готовился к математике, вот и сдавай математику. Это твои экзамены. Ты бросил как бы свою жену, в следующей жизни стал женщиной. Для чего? Для того, чтобы узнать, что бросать никого не надо. Как ты это узнаешь? Через женское воплощение. Как Лев Толстой говорил, если ты хочешь узнать, чего в жизни не надо делать, посмотри на свою собственную судьбу. Чего тебе не нравится, то и не делай для других. Так можно понять, чего не надо делать в жизни. Если тебе не нравится, что тебя бросили, значит никого не бросай. Смотри, логика такая элементарная, но мы же так не живем по факту-то. Вот, допустим, даже мы не знаем, для чего что существует. Большинство людей, например, не знает, что семья не для меня и не для моего мужа. Семья создается для детей. И дети являются полноправными обладателями семьи. То есть перед Богом, смотрите, если брать Бога, допустим, да, кто является обладателем семьи перед Богом? Ребенок, который живет в этой семье. Теперь, допустим, жена разводится, она думает о ребенке в это время, нет? Она говорит, все нормально, ребенку все будет нормально, так ему будет лучше. Откуда ты знаешь? Это его семья, и он решает, будет ему так лучше или нет. Спроси его, хочет он жить без папы или не хочет. Он скажет, я хочу, чтобы с папой жили, но в мире. И это правда. Так надо жить. Спросите у ребенка. Ну, хорошо, ваш выход какой? Вот у вас такая карма в прошлой жизни, допустим, допустим, я просто, я тоже, допустим, как бы этот человек в прошлой жизни был наркоманом и получил мужа наркомана, чтобы отрабатывать эту карму. Допустим, вы, ну, человек бросает мужа наркоману. Что дальше? Выход есть. Если, смотрите, смотрите, как веды объясняют ситуацию. Близкий человек живет в невежестве, надо жить с ним раздельно. И любовью на расстоянии, и общением не слишком близким, ему объяснять, что надо менять свою жизнь. Тогда мы будем жить рядом. Если такой человек, живя на расстоянии, уходит, это его проблемы. Надо за него еще какое-то время молиться, пытаться его вернуть в семью. Если он не возвращается, и вести свою жизнь дальше своей дорогой. Это не является грехом так жить. Веда объясняет, что семейная жизнь не означает всегда только нос к носу, понимаете? Семейная жизнь означает, можем жить вместе, живем вместе. Нет, живем на расстоянии. Когда люди на расстоянии находятся, легче воспитывать друг друга, больше уважения. Потому что, смотрите, чем больше дистанция, тем больше уважения, тем больше возможностей воспитывать. Тем ближе отношения, тем меньше возможностей воспитывать. Муж наркоман, ну живите на расстоянии, живите на дистанции с этим человеком, воспитывайте его, но не бросайте его. А я хочу быть счастливым, мне что, всю жизнь с ним жить на расстоянии? А вот видите, это опять мышление человека в страсти. Все отталкивается от чего? Я хочу быть счастливым, и я создаю свое счастье. Хорошо, тогда создавай. Будешь мучиться дальше, значит. Смотрите, человек в благости, понимает, счастье исходит изнутри. Мой муж наркоман. Я живу на расстоянии, молюсь, чтобы счастье выходило изнутри. Потому что, если я в благости, то у меня всегда изнутри идет счастье. Потому что я живу внутренним миром, а не внешним. И отдаю счастье своему мужу наркоману. В результате, что происходит, моя судьба меняется. Мне дан муж наркоман, я живу от него на расстоянии. Зачем жить на расстоянии, чтобы жить в благости? Потому что, смотрите, если я с невежественным человеком живу очень тесно, близко, то я не могу жить в благости, потому что жизнь становится невыносима. Потому что если ты близкие отношения с невежественным человеком строишь, ты становишься невежественным. Святой человек, то есть абсолютно утвердившийся в благости человек, может жить с невежественным человеком в одной квартире. И он побеждает невежество в этом человеке. Это все происходит, потому что человек обладает такой силой, заставляющей сиять других. Но мы с вами такой силой не обладаем. Поэтому веды рекомендуют, если ты не обладаешь такой силой, значит тогда живи на расстоянии. Потому что когда ты на расстоянии, ты можешь заниматься духовной практикой и жить в таком состоянии, в котором даст возможность твоему близкому человеку очиститься. Ведь идея в чем заключается в совместной жизни? Что ты сияешь изнутри и очищаешь близкого человека. Все. Хоть он благостный, хоть страстный, хоть невежественный, не имеет значения. Ты должен чем заниматься? Только очищать его рядом с собой, не желая ничего взамен. Вот теперь вопрос. А если наркоман? Вот это означает вот такая карма семейная. Вот если наркоман, значит такая карма, и она уже не может быть другой. Понимаете, люди на что-то надеются в этой жизни. Она не может быть другой. Есть свиньи с разными лицами, понимаете? Одна свинья наркоман, другая свинья пьяница, третья свинья развратник. И шило на мыло только придется менять. Допустим, наркоман, хорошо, другая свинья будет. Но по факту, вот человек достоин такой жизни. И что делать? Жить на расстоянии, заниматься духовной практикой. Карма семейная плохая сгорает, потому что ты сияешь, как лампочка. Когда человек начинает сиять, когда он создает себе нормальные условия для духовной жизни, своей жизни. Нормальные условия означают внутренние условия. Здесь в сердце прежде всего означает всех простить, никого не обвинять в своей судьбе и всех принять. Но смотрите, со страстными людьми можно жить рядом, но при этом не надо с ними строить глубокие отношения. То есть не надо с ними говорить об абсолютных вещах каких-то. Это невозможно, они не могут это принять. Только с благостными людьми можно говорить об истине в семье. Со страстными людьми мы живем рядом. И так как страстные люди не агрессивные по своей природе, они как бы, если ты его не трогаешь, он тебя тоже не будет трогать, страстный человек. По факту, если благостный человек страстного человека не трогает, это значит, что он дарит ему счастье. Потому что благостный человек всегда дарит счастье всем. Он же смиренно себя ведет. В результате страстный человек меняется. Он начинает уважать благостного человека. И он принимает благость в свою жизнь. Смотрите, в этом случае что происходит? Близкие отношения бывают сверху вниз, на равных, и бывают снизу вверх. Вот допустим, я страстный человек, допустим. Мой близкий человек благостный. Он ведет себя правильно, у меня в сердце появляется чувство благодарности к нему. И в результате снизу вверх. То есть он дает мне знания, а я получаю. Но это близкие отношения уже. Это не значит, что я к нему отношусь там, допустим. Ну, обычные отношения. Но в сердце своем я думаю, Господи, мне достался удивительный человек, я его не достоин. Это придет само собой в сердце. Человек не ждет, не ждал такого ответа, он думает, удивительный человек со мной живет. Само собой придет в сердце, это неожиданно, понимаете. И тогда в сердце придет знание от этого человека. Перетекает знание сверху вниз, знание всегда спускается. Или вы, допустим, живете правильно, смиренно. Тогда знание от вас перетечет к близкому человеку. Когда придет время. Когда судьба плохая перестанет на вас влиять, то есть вы просто молитесь, живете правильной жизнью. И постепенно внутреннее счастье вырабатывает. А другого счастья не бывает. Невозможно жить внешним счастьем. Только внутренним счастьем человек может жить. Все остальное приходит просто само собой. Он не ждет человек. Может прийти, а может нет. Я не знаю глубину своей кармы. Вот со мной рядом живет человек. Он несет мне страдания в жизни. Так положено на этой земле. Я как бы служу ему, ничем не притязаю. Приходит время, и он приносит мне счастье. Когда, я не знаю. Но счастье уже внутри есть. Почему? Потому что благостный человек испытывает счастье от отношений со святостью. Он живет внутренней жизнью, означает отношениями со святостью. Вот кто из вас начал лекции слушать и не может оторваться? Слушает, слушает, слушает. Это внутренняя жизнь. Я точно так же живу. Теперь у меня вопрос к вам. А кто из вас, кроме того, что вы слушаете лекции, начали еще повторять молитву уже? Или повторять «Я желаю всем счастья». Вот. Вот это и есть уже означает устойчивая позиция разума. Когда человек слушает, он напитывается энергией знания, а потом начинает сам из себя его выделять. Эту энергию знания он из себя выделяет с помощью настроев по утрам. Он чирикает по утрам. Чирикает молитву. И в результате у него вот здесь вот в сердце, вот здесь утверждается спокойствие сначала, потом ощущение истинного чувства собственного достоинства. Потому что, понимаете, только по-настоящему достойная жизнь у тех людей, которые понимают, куда надо идти в жизни. Они чувствуют собственное достоинство, означает, никого не трогают. Как понять, чувствую я собственное достоинство в сердце или нет? Это ощущение истины, веры, чувство собственного достоинства – это одно и то же. Чувствую я его или нет внутри себя? Как понять? Если я мучаю всех вокруг, значит, не чувствую. Если я мало, меньше мучаю, значит, больше чувствую. Еще меньше мучаю близких, больше еще чувствую. Совсем не мучаю, значит, я утвердился в истине уже в сердце своем. Когда человек утверждается в истине, когда знает, что счастье идет отсюда, туда, а не оттуда, сюда. Он понимает, как движется счастье, направление движения. Итак, как влияет на семью карма ее членов? Влияет. Вот, допустим, смотрите, вот в эту линию, да, меня бросили, да, то есть я бросил кого-то, теперь меня должны бросить. Я рождаюсь в семье женщин, которых бросают. Вот эта линия, она идет там непонятно с каких. Кланы вот эти семейные не меняются, они созданы Богом тоже. Они нужны для того, чтобы отрабатывать разные виды кармы. Есть разные семейные кланы вот эти, они идут сверху вниз, спускаются. Я попал в какой-то из этих кланов. Зачем? Затем по двум причинам. Первая, чтобы облегчить участь этого клана с помощью своего правильного поведения. И вторая причина, чтобы там отработать свою плохую карму. Вот смотрите, как я облегчаю участь. Он остается тем же самым. То есть там будут бросать женщин в этих семьях. Но так как я победила судьбу, то есть я молилась Богу, вела правильную жизнь, и меня не бросили, хотя хотели. И уже даже он ушел, но вернулся. Почему? Потому что я сдала экзамены. То в этом случае ты становишься ангелом-хранителем у этого семейного клана. Ангелом-хранителем. То есть все родственники, которые будут рождаться дальше в этом роду, они от тебя будут получать знания в сердце, как сохранить семью. Они об этом не будут знать, но ты будешь их ангелом-хранителем. Где бы ты ни был в своей жизни, ты будешь им помогать всю жизнь. Потому что ты получил знания. А веды говорят, знания, если человек получил в своей жизни, он его никогда не теряет. Настоящее знание остается на вечность человека. Знание имеет вечную природу. Настоящее. Настоящее счастье тоже никогда не покидает человека, но имеет вечную природу, надо его заслужить. Временное счастье покидает. Если мы стремимся к семейному счастью, временному, тогда оно будет нас покидать. Но если мы стремимся к высшим отношениям с Богом, тогда семейное счастье будет приходить к нам, само собой. Потому что мы заслуживаем. Люди, которые, если человек от солнца получает свет и становится проводником этого солнца, он тогда может всем этот свет дарить без проблем. Это означает семейное счастье, что ты отдаешь, а не берешь. Итак, мы с вами говорим о карме рода. То есть есть карма рода. Это моя карма? Моя в этом рождении. В следующем рождении может быть уже не моей, а может быть и моей. Все зависит от того, отработал я карму или нет. Я могу в этом роду рождаться вновь и вновь, пока не отработаю карму. А могу рождаться в другом роду, если у меня будет другая задача какая-то. Карма означает экзамены, задачи какие-то, какие мы сдаем. У женщин свой экзамен. Допустим, смотрите, женщина, женщина рождается, человек женщины. Что это значит? Это значит, красивая, блин. Никто, правда, не понимает, но красивая. Женщина, человек рождается. В чем заключается экзамен? В том, чтобы забыть про свою красоту. И все время служить ей, служить, служить другим людям. Отдавать красоту. И ничего не хотеть для себя. Потому что женщине так хочется немножко любви. Почему? Потому что она сама соткана из любви, ей хочется любви. А она должна победить в себе это и все время отдавать и отдавать. Тогда она побеждает свое женское воплощение. Она в нем достигает совершенства, становится святой женщиной. Как мать Тереза. Все время отдавала любовь. Ничего не желала себе. Сталась счастливой, возвышенной женщиной. Представьте себе. Ясно, что в следующей жизни матери Терезе была положена или духовная жизнь, или жизнь на высших планетах полных счастья в этом мире. Но даже не будем как бы лезть ее в следующую жизнь, а просто посмотрим, что она испытала, когда ее тонкое тело отделилось от грубого. Человек в это время все смотрит, вид сверху. Он смотрит, что происходит. И что происходило? Вся Индия хоронила ее. Я видел хронику. Огромные толпы народа вышли на улицу, чтобы попрощаться. И в Дели огромные, просто огромные толпища народа шли хоронить мать Терезу, которая была не индуска. И у ней была другая вера даже. Она не индуист, она христианство проповедовала. Вся Индия ее хоронила. А она это видела сверху, представьте. Человек прожил жизнь и какая награда. Вся страна, весь мир, весь мир любил эту женщину. Даже просто один ученый японский, он изучал структуру воды. И он быстрым замораживанием кристалла воды определял, как вода связана с информацией. Он произнес слово Гитлер, перед капелькой воды заморозил, такой ужасный такой кристалл получился. Произнес мать Тереза, такой великолепной структуры такой кристалл получился. Видите, в пространстве само имя мать Тереза вызывает счастье. Просто ты произносишь, уже счастье. Все. Вот такой результат жизни. Почему? Потому что она жила правильно. Она жила в правильном русле. Она обрела счастье, высшее счастье. Намного жизни вперед. Так человек должен жить. Семейная карма и свобода выбора. В чем же заключается свобода выбора? Свобода выбора заключается в трех вещах. Как ведическая сказка. Три дороги перед нами. Одной дорогой пойдешь, себя потеряешь. Второй дорогой коня потеряешь или семью. То есть невежественной дорогой себя потеряешь. Сопьешься, скуришься, снаркоманишься. В тюрьму сядешь. Прибьют тебя там. Станешь нефтяным магнатом. Там каким-то черный бизнес. Там какой-то тебе ничего хорошего в жизни не будет. Или страсть означает жизнь, в которой нет согласия. То есть человек теряет детей, жену, себя. То есть детей, жену, семью, работу. Ну то есть к чему человек привязан, страсть, и то он и теряет по факту. То есть страсть и благость означает счастье получишь. Видите, три дороги. Вот это свобода выбора наша. Как идти благостный путь самый трудный? Потому что надо от всего отказаться. Так как будто шаг в пропасть. Человек идет путем знания. Чего, мясо не есть? Неужели нельзя своей любимой нюркой спать ни разу в жизни? Помимо жены? Нельзя. И неужели нельзя рисоваться чужим мужчинам на улице? Благости нельзя. Только мужу можно глазки строить. Как же тогда жить? Очень счастливо. Потому что счастье, оно другое. Не так, как мы думаем. Очень счастливо жить. А я не могу это все бросить. И не надо. Не волнуйся. Все само бросится. Надо пойти просто благостный путь. Тем более тогда не пойду. Это что, меня куда заманивают? Они никуда не заманивают. Благостный путь, он свободный. Вот в страсти постоянно всех заманивают. В невежестве не заманивают, а пугают. Если ты попал в невежество, тебе говорят. Уйдешь, перо в живот получишь. Ты повязан, мы все здесь повязаны. У нас одна жизнь. В страсти всегда рекламируют. Говорят, вот она, жизнь, счастливо. Посмотри, машина, квартира туда-сюда. Шварценеггер с бревном крутой. Ну то есть, ну как бы все круто, настоящая жизнь, ну что. Ну то есть, рекламу же видели? Настоящая жизнь. Она вот вся реклама, которую видите, это энергия страсти. Все, что мы видим, вот эта вот реклама. Допустим, реклама. Конвекционный люк, там написано. Пепси-кола. Подними крышку, почувствуй вкус. Это реклама. Ну, конечно, и так, немножко по-другому там реклама. Но так или иначе, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что навязывание как раз это деятельность страсти. Благость никогда не навязывает. Она учит как? Нежно. Если вы хотите найти благостного учителя, то ищите тех, кто прибодрет нежно. Никому ничего не навязывает. И это будет благость. Благостная жизнь, она без навязывания. В семейной жизни то же самое. Нет навязывания никакого. Могут ли родственники изменить мою карму? Могут, если они живут в благости. Но это милость. На это нет смысла рассчитывать. Понимаете, вот это и есть как раз страсть желать, чтобы мои родственники стали лучше. Вот это и есть страсть. Почему мои родственники не лучше? Потому что мне так положено в жизни. Это моя судьба. Поэтому они не лучше. Благостный человек не обязательно живет с благостными людьми. Это результат уже благостной жизни. А благостный человек живет с кем? С невежественными людьми. Как он живет? Чуть-чуть подальше. Он, женщина, говорит мужу, бросишь пить, будем вместе жить близко. Не бросишь, будем чуть-чуть на расстоянии. Чуть-чуть на расстоянии, это какое расстояние нужно? Чтобы исправлять судьбу и не выходить из себя. Смотрите, если ей надо в соседних комнатах для этого жить, значит в соседних комнатах. Если просто сексом не заниматься, значит сексом не заниматься. Невежественному человеку ставятся условия. Страстному человеку условия не надо ставить. Почему невежественному условия ставятся? Потому что жить невыносимо. Кто такой невежественный человек? Это тот бьет, изменяет, насилует, материт, над детьми издевается. Понимаете? Опасно жить становится. Человек не может жить вместе, потому что опасно. И он живет на расстоянии. На каком расстоянии? На безопасном. Но не разводится. Благостный человек не разводится. Со страстным человеком надо жить. На каком расстоянии? Близком очень. Но страстному человеку не нужно наше сердце. Понимаете? Ему не нужно. Вот попробуйте сесть с ним и говорить, давай поговорим о жизни. Он говорит, слушай, давай фильм посмотрим. Нормальный фильм. Я устал, с работы пришел. Поговорим завтра о жизни. Мне и так же мозги запарилось своей жизнью. Так или нет? Ему это не надо, поэтому с ним и нет близких отношений. С благостным человеком близкие отношения. Три типа близких отношений. Есть наставник, с ним отношения такие. Он всегда из жизни в жизнь мой наставник. Я никогда выше его не буду, поэтому я всегда хочу от него получать только наставление. Все. Старшее отношение со старшим. Равное отношение означает. Любовь. Что значит любовь? Это значит, мы говорим правду друг другу. Правду. Какую правду, которую человек может переварить? С одной стороны, мы служим друг другу, заботимся друг о друге, а в трудную минуту мы помогаем. Допустим, как помогают страстные люди. Страстный человек говорит. Это он козел, допустим, меня бросили. Она плохая. Она тебя бросила, она плохая, и слава Богу, что она тебя бросила. Так? Страстный совет. Благостный совет. Так сложилась судьба. Ничего страшного. Давай будем молиться Богу, жизнь будет налаживаться. Так? Так благостный человек никого не обвиняет. Он просто дает знания. Иногда он тебя может обвинить. Допустим, ты бросаешь кого-то, благостный друг говорит, возвращайся домой. С любовью говорит, возвращайся. Зачем тебе бросать близкого человека? Это не хорошая судьба, неправильная. Возвращайся назад. Видите, такой друг, он приносит немножко оскомину. Но это настоящий друг. Благостные люди ценят таких друзей. Он это нежно на самом деле говорит, нежно, по-доброму. Ведь настоящий совет можно дать только с любовью. Невозможно давить советом. Когда человек давит советом, и так тошно. На тебя давит советом, еще хуже становится. Только с любовью. Итак, какие виды семейной кармы бывают? Бывают русские, американские, грузинские. Виды семейной кармы тоже бывают. Грузинские. Гарные бывают виды кармы, украинские, семейные. То есть, видите, семейная карма, она зависит от того, где мы живем. Семейные устои указывают на тяжесть нации, связанной с личной жизнью. Допустим, взять тяжесть русскую нации. Тяжесть такова, что мы не можем жить большими семьями, но однако же мы можем жить вместе. Вот если брать, допустим, американскую тяжесть семейной кармы, там люди должны жить чуть-чуть отдельно, чтобы быть вместе. Они не могут даже в одной комнате вместе жить, им надо две комнаты, как минимум, в квартире, чтобы жить вместе. Чуть-чуть отдельно означает. То есть, деловые отношения. Брак заключается, нужно все выяснить. Нужно собственность как бы расписать, как это будет, понимаете? Вы согласны на такую жизнь или нет? Чтобы собственность, чтобы деньги все считали, каждый свои. Вы согласны, нет? Почему? Потому что мы друг другу доверяем. И Бог с ними, и с этими деньгами. Так? Означает лучше семейная карма. Теперь у меня к вам вопрос. А кто из вас может жить с родителями? Вот вместе счастливо жить с родителями своими. Вот смотрите в зал. Вот эти люди победили свою семейную карму. Видите? В России это невозможно. В России невозможно жить со своими родителями вместе. Потому что так устроена семейная карма, что родители не уважаемы детьми. Вот в нашей нации мы не уважаем своих родителей. Если родители уважаемы, с ними можно жить вместе и быть счастливы. Вот дети живут с семьей своей, родители живут в одном доме. И родители так, как они уважаемы, поэтому никто никому не мешает. Все счастливы. Родители дают советы. А почему мы не можем жить с родителями? Потому что некому давать советы часто бывает. Что родители сами живут неправильно. Для того, чтобы жить большой семьей, для этого должна быть культура в стране существовать. Культура означает жизнь по священным писаниям. Вот те семьи, которые живут по священным писаниям, могут жить с родителями. Это восточные страны уже. Там люди живут по священным писаниям, и поэтому у них карма семейная лучше. И поэтому они могут жить вместе, большими семьями, что гораздо больше счастья приносит на самом деле, чем жить маленькой семьей. Больше защиты. Вот представьте, у вас большая семья, и ты решил бросить жену. У тебя и мама, и папа, и родители жены живут. Все в одном доме большом живут. И ты решил бросить жену. Опа! Собирается большой совет, большая семья. Говорит, ты скотина, ты кого бросаешь? Ты всех нас хочешь бросить? Иди уматывай, мы без тебя будем жить. Он там крепко чешет, думает, я не хочу больше. И там нет разводов практически. Потому что большие семьи, понимаете? Очень сильная защита семьи со стороны родственников. У нас есть со стороны родственников защита или нет? Мы говорим маме с самого начала. Мама, не лезь в мою личную жизнь. Все, баста, карапузики, кончили станцию. То есть идея в чем заключается? В том, что тебе твою семейную жизнь никто не защищает. Все. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Постричалась с колюшкой на свою ягулюшку. Ах, мамочка, зачем? Потом уже, да? Ах, мамочка, зачем? Когда плохо стало. Ну, то есть так мы живем. Какая семейная карма бывает? Русская бывает, украинская отличается от русской. Бывает итальянская. Лучше или хуже русской? Западная семья тяжелее. Там тяжелее, на Западе тяжелее, потому что меньше близости. На Востоке, Восток означает Индия, означает Иран, Ирак. Там, вот эти страны, восточные, там больше глубины в отношениях семейных, чем у нас. Америка тяжелее семейная карма, чем у нас. Украина примерно такая же, чуть по-другому. У русских людей более суровые отношения, у украинцев более обидчивые. Ну, хрен, гретьки не слаще. Поэтому идея в чем заключается? В том, что человек попадает в ту ситуацию в жизни, которая ему самая лучшая. Смотрите, иногда люди пытаются поменять свою карму искусственным образом. Допустим, мы решили жить лучше, поехали на Майами. Там семья разваливается сразу. Я видел много примеров. Люди уехали жить в другую страну, не могут привыкнуть к той ситуации, в которую они попали, и в результате семья разлетается. Особенно, если они поехали на Запад или в Америку, еще хуже. Если они поехали на Восток, допустим, поехали в Индию, они тоже не могут там жить. Почему? Потому что там более суровая жизнь. Там надо больше правил принимать в жизни, чем здесь. И мы не можем им следовать. В результате, допустим, девушка выходит замуж за индуса, допустим. Ей надо как индуска себя вести. А это очень непросто. Вести себя как индуска в семье. Русской женщине, понимаете? И она сильно страдает от этого. Или, допустим, мужчина берет замуж индуску. Это значит, что с ней надо себя вести по-человечески. И все родственники ее становятся твоими родственниками. Это значит, что они к тебе приезжают и говорят, лучше нас застрели, чем прогоняй. Лучше убей нас. Мы твои близкие, понимаешь? Близкие. Ну, то есть, он, когда русским был, он не знал, что близкие. Он думал, близкие означает, мама, привет, до свидания, хорошо. А тут совсем другое. Близкие означает, вот все, мы к тебе приехали, хотим у тебя погостить, три месяца пожить. Мы твои близкие, и мы будем с тобой жить вместе. Все, это наша дочка. И дети тоже наши, все. Потому что мы близкие. У нас это невозможно. А там так живут. Это для них такая культура просто. А ты, если ты как бы не согласен, у них у всех будет инфаркт сразу. Все. И они вот умрут от инфаркта прямо в твоей квартире. Все сразу там, 50 человек родственников приедут, все от инфаркта умрут. Из Индии, родственники. Ты как бы жил, думал, что только жену одну взял. И тут-то было. Кажется, если индуску взял, значит взял сразу весь клан замуж. Индийский. То есть все с собой жить вместе будут. Интересоваться, как происходят дела. Я хочу донести одну важную, ценную вещь. Что пока человек не встает на путь благости. То есть он не побеждает, не изживает в своем сердце. С помощью знаний это изживается. Вот эту идею, что я центр и меня надо наслаждать. Я центр означает, у меня тяжелая жизнь семейная. У меня плохая карма семейная. Мне не додают. Меня не понимают. Меня не любят. Мне достался плохой человек. Это все страсть. Мне достался тот человек, который положено мне иметь. Он скажет, а если нет? Но если нет, то тогда уйдет. Какие проблемы? Если придет время и нет, значит будет нет. Это не наше дело опять. Мне достался тот человек, которым положено мне жить. Вот это очень горькое знание. Но его надо принять. Это означает благость. Видите, почему не можем принять? Потому что мы хотим наслаждаться, а не служить. Вот достался тот, которому можно служить. Вот если бы человек меня наслаждал в жизни, ему можно служить или нет? Как ему служить, если он мне служит, он меня наслаждает? Мы же всего чего хотим все. Смотрите, страсть. 99% на Земле рождены в страсти людей. Земля находится в сфере, в энергии счастья, страсти. Земля, планета Земля находится в сфере энергии страсти во Вселенной. Поэтому большинство людей рождаются в страсти. Означает, что мы изначально хотим так жить. Чтобы человек, который рядом со мной был, делал меня счастливым. По факту означает, был лучше, чем моя судьба. Но тогда как ему служить-то? Если он меня делает счастливым, значит, он мне служит. Кто, кого делает счастливым, тот тому и служит. Как тогда мы можем свою земную карму воплотить в жизнь, если мы рождены для того, чтобы победить в себе вот эту страсть и желание наслаждаться? То как судьба нас обманет, как судьба тогда нас обманет и даст нам человека, который будет меня наслаждать? Сейчас объясню, как она может обмануть. Если мы берем свою судьбу, то есть Бог дал человека, берем ему пинка под зад и говорим, шел вон скотина, тогда Бог дает того человека, который будет меня наслаждать. Следующий этап. Или вообще никого не дает. Если Бог любит, Он говорит, ну хорошо, раз пошел вон, вообще никого не получишь. Бог любит, значит. Ты пока не раскаешься, никого больше не получишь в жизни. Второй вариант. Бог наказал. Дает тебе человека, который будет тебя наслаждать. Ясно, что не всю жизнь. На всю жизнь наказать невозможно на какое-то время. То есть Он тебя наслаждает, ты без ума от Него, от счастья, потом что Он с тобой делает? Мучает тебя, мучает. Или бросает, или издевается над тобой и так далее. Он становится, тот, кто наслаждает, тот становится господином, понимаете, постепенно в жизни. Он становится гордым в конце концов. Я об этом говорил с самого начала. Так люди в страсти живут. И так, видите, как интересно все в этом мире устроено, что надо принять просто свою судьбу, а просто принять невозможно. Для этого надо поменять платформу жизни. То есть надо перестроить разум свой. А перестроить его можно только с помощью примера другой жизни. Надо общаться с теми людьми, которые живут по-другому. И тогда с помощью этого общения меняется судьба человека. Человек начинает по-другому воспринимать мир с позиции тех, кто правильно живут, воспринимает мир такой человек. Разум от одного человека перетекает к другому. Вот вы меня внимательно слушаете, я от вас учусь слушать. От вас перетекает разум ко мне. Сейчас, по факту. Разум означает смирение, слушание внимательно. Это деятельность разума. Итак, смотрите, очень важно понять такую вещь, что судьбу не поменяешь. Она меняется сама, когда приходит время. Меняется в лучшую сторону сама, когда приходит время. А время приходит тогда, когда жизнь наша встает в правильное русло. И в сердце наступает радость. Веды говорят, когда человек идет правильным путем, то в сердце наступает радость. Истина приносит счастье с самого начала. Даже слушая об истине, человек испытывает счастье. И идет этим путем, он тоже испытывает счастье. Но на этом пути есть много препятствий. Какие-то препятствия. Незнание, как идти таким путем. Человек обнаруживает, что он не знает, как так жить вообще. Он не знает, как теперь строить отношения с близкими, обладая этим знанием. Не знает, как жить дальше вообще. Я как вот жила вот так, а теперь как жить? Теперь я не знаю, как мне жить. Это хорошо. Это хорошо, потому что душа, она должна всегда искать знание, впитывать его. Она не должна думать, что она знает. Она должна постоянно пополнять свое знание. Должна его искать. Быть смиренной в этом мире. Понимаете? И тогда она счастлива, потому что она в смирении как бы подстигает, как правильно жить. Разумная форма жизни означает смирение. Гордый человек, разум заплыл. У него нет сильного разума. У гордого человека заплывший. Я все слава знаю, что мне это слушать. Вот. А смиренный человек, он изучает, как жить. Слушает старше. Итак, как живут страстные люди в семейной жизни? Они постоянно доказывают свою правоту. Допустим, человек получил благостное знание в сердце. Он пришел домой и говорит, сейчас я тебе расскажу, как надо жить правильно. Мы, дураки, с тобой жили неправильно все время. А сейчас я тебе расскажу, как надо жить правильно. Слушай. Ты, скотина, чего смотришь на чужих девушек-то? По лекциям Олега Геннадьевича смотреть на чужих девушек нельзя. Надо смотреть на свою жену. Понял, урод. На кого надо смотреть. Но человек получил знание или нет? Нет. Потому что, когда человек получает знание, он приходит домой и говорит, ты у меня хороший, а мне надо трудиться над собой. То есть человек, который лучше получает знание, начинает служить близким людям, вдохновлять их, работать над собой, вдохновлять близких. Потом, когда они начинают тебя уважать, близкие люди, за то, что ты работаешь над собой, их вдохновляешь, они тебя начинают уважать. Когда они тебя начинают уважать, ты их начинаешь тоже воспитывать потихоньку, объяснять им, как надо жить. Это называется уже дружеские отношения. Есть три типа отношений между благостными людьми. И все эти типы отношений, близкие отношения. Близкие означают меняющую судьбу. Вот я сейчас с вами устанавливаю близкие отношения. Близкие отношения означают, что я не могу быть ни свысока, ни как, я могу только близким человеком быть и все. Иначе я не смогу вашу судьбу поменять, и свою в том числе. Потому что, когда человек говорит об истине, он меняет судьбу всех в это время. Потому что он делает то, что угодно Богу. Итак, смотрите, у благостных людей есть три типа близких отношений. Первый тип близких отношений в семейной жизни означает равные отношения. Семья означает равные отношения. Муж и жена равны между собой. Как они равны, сейчас мы это поймем. То есть мужчина, он по факту старший в семье. Старший. Это внешнее поведение. Но мужчина знает, что его жена... Вот такой мужчина. Какой мужчина может быть старший в семье? Знаете, какой мужчина может быть в семье старшим? Который считает, что его жена лучше, чем он. Смотрите, женщина в семье лучшая, а мужчина старший. Женщины, вы согласны быть лучшими, а не старшими? Мужчины, вы согласны быть старшими, а не лучшими? Ну, конечно, Олег Геннадь. Ну все. Видите, гармония наступила. Нормально. Каждый получает свое. Потому что женщина ведь не хочет быть старшей. Женщина соткана из энергии любви, поэтому она хочет быть лучшей. Потому что лучше всего на свете – это любовь. А мужчина не хочет быть лучшим. Он хочет, чтобы его слушались. Не надо быть лучшим, надо, чтобы было правильно. Потому что он соткан из знания. Женщина соткана из любви, а мужчина соткан из знания. Поэтому мужчине надо, чтобы было правильно, а женщине не надо, чтобы было правильно. Ей надо, чтобы она была лучшей. И чтобы это значит, что ее мнение очень сильно ценили. Если мужчина говорит, ну ты вообще так говоришь, вот правильно говоришь, я так ценю твое мнение, но я не смогу вот так поступить, как ты хочешь. И нормально, она принимает. Главное, что ее мнение оценили. Она принимает. Или нет. Если она разумная женщина, принимает. Мужчина оценил, он говорит, ну правильно все. Правильно, я должен разговаривать нежно с тобой, но не могу. Правильно. Не могу, потому что я такой вот тупой. Ты лучшая у нас, ты вот нежно можешь разговаривать, а я не могу. Женщина примет? Примет. Но как в каком случае она примет? Когда она находится в благости. Потому что только благостные люди могут строить близкие отношения. Близкие отношения в семье означают равные. Равные отношения. Равные отношения означают две вещи. Вот равные отношения строятся на двух принципах всего. Первый принцип. Я тебе служу. Это главный принцип. Второй принцип. Я имею право тебе открыть свое сердце и объяснить, как я понимаю жизнь. Не заставить тебя жить, как я хочу. Ни в коем случае. Смотрите. Чувство собственного достоинства у благостного человека не ущемленное. Когда человек доказывает свою правоту, когда у него ущемленное чувство собственного достоинства, он всегда всем что-то втуляет. Страстный человек втуляет любое знание. Даже если это знание благостное, он приносит домой и говорит, послушай, тебе это поможет. Значит, он страстный, пока нет близких отношений в семье. Потому что близкие отношения означают очень и очень тактичные отношения, деликатные отношения. Деликатные означают деликатные прежде всего в недостатком человека. Вот, допустим, муж, недостаток любого мужчины какой? Мужчина имеет очень сильный, однонаправленный разум. И поэтому ему очень трудно поменять свое понимание вещей. Он не может, как женщину, так раз и послушать. Понимаете? Ему невозможно, потому что ему надо для этого очень много веских оснований в сердце, чтобы начать что-то слушать для себя в жизни. Для мужчины много оснований надо. Если вот хотя бы пять мужчин пришло сюда на лекции, я думаю, господи, чудо. Потому что много оснований. А для женщины слушать это, естественно, другое знание. Почему? Потому что она имеет другую природу. Смотрите, мужчина соткан из знания, и это его фундамент. Поэтому ему менять свой фундамент очень сложно. Ему надо всю жизнь поменять таким образом. А женщина, она соткана из любви. А знание для нее не фундамент. Знание для нее пища. Для мужчины любовь пища. Мужчина питается любовью. Женщина чем питается? Знанием. Она кушает знания. Она говорит, я на лекцию на самом деле прихожу. Может быть, я не все поняла, но мне там хорошо. Я хочу так жить. Я, может быть, не все понимаю, но я хочу так жить, потому что мне хорошо так жить. Вот в таком ключе. Женщина так говорит. А мужчина говорит, стоп. Не факт, что я хочу так жить. Я должен во всем разобраться. Но другое мышление совсем. И поэтому мужчине невозможно взять лекцию и пихнуть. Но интересно знать, что так как мужчина питается любовью, то как муж может начать изучать, как правильно жить? Через жену он это происходит. Как это происходит? Через благостную жену только это происходит. Когда женщина перестает желать наслаждаться за счет мужа и начинает жить внутренней жизнью в семье. То есть она живет тихонько по лекциям и никого не трогает. А если муж спрашивает, ты что такая хорошая у меня стала? Она говорит, да ты на самом деле у меня хороший-то. А я похуже? И он понимает, что он ответа не найдет. И он начинает смотреть, что она изучает. Он изучает жену, начинает изучать жену. Он ищет правду. Смотрит, опа, лекции какие-то слушает. Дай-ка я послушаю. Но жене не говорит, что он лекции слушает. Он тайком это делает. Мужчина меняет свою жизнь тайком. Потом в какой-то день он приходит к жене и говорит. Я всегда так понимал жизнь. Ты хочешь жить вот так вот? Пожалуйста. Я всегда так понимал в сердце, что так надо жить. Мы с тобой об этом просто не говорили. Но я всегда так понимал. Я бы на месте Олега Геннадьевича еще об этом вот сказал бы. Разобрался во всем, послушал, изучил. И поменял свое мышление. И жизнь пошла уже в другом русле у него. Таким образом, смотрите, то есть мужчине помочь невозможно. Без любви. А любовь означает деликатность. Не трогать его. Принять его таким. Говорит. Да ты у меня и так хорош, тебя не надо менять. Тебе не надо даже лекции слушать. Ты у меня и так по лекциям весь. В морду мне даешь по карме, по моей. С грязными ботинками ходишь по квартире. На баб, на чужих смотришь. Все по лекциям. По моей карме. Почему? Потому что я в прошлой жизни была такой же. Ты по лекциям, зачем тебе их слушать? Ты по лекциям живешь. Искренне как бы она говорит своим мужу. Все. Это значит, что когда нет насилия, просыпается разум благости у человека в жизни. Нет насилия, просыпается разум благости. И он проснувшись, он долгое время развивается, растет. Его не надо трогать. Это не наше дело. Когда человек будет менять свою жизнь, это не наше дело. Наше дело жить в благости. Когда человек живет в благости, он очень нежно живет. Он никого вокруг не трогает. И всех любит такими, какие они есть. Он по факту никого не мучает вокруг себя. Благостный человек. И все развиваются вокруг такого человека. Они растут как растения, которые имеют солнце и воду. То есть имеют любовь в своей жизни. Любовь означает не трогать. Деликатное отношение к человеку. Потому что благостные люди догадываются, что каждый человек так себя ведет только по одной причине, что по-другому он не может. Это страдание заставляет человека вести себя плохо в жизни. Страдание. Почему муж кричит? Потому что он страдает. Только благостные люди, они страдают внутри себя. Страстные люди страдают совместно. А невежественные люди отдают свое страдание другим. Смотрите, как страдает благостный человек. Кто-нибудь знает? Нет. Он садится и молится просто. И все счастливы рядом с ним, даже если он страдает. Как страдает страстный человек? Ну что, вы смеетесь? Все нормально? Мы так договаривались? Вы же не знаете, как лекция должна протекать? Может, сейчас потолок должен обвалиться, а человек пошел исправлять неполадку. Вот спасибо вам. Просто он дал воздух, понимаете? Спасибо вам большое. Пошел воздух, пошел. Вот это называется благость. Благость означает, все происходит как надо в жизни. Ничему не удивляйся. Мой наставник, он мне сказал одну фразу. Я говорю, как остаться в духовной жизни? Как сделать так, чтобы не уйти никогда в обычную жизнь? Он посмотрел на меня, говорит, первое правило, ничему не удивляйся. Вот что не увидишь вокруг себя, так и должно быть. Все само собой, естественно, так и должно быть. Ничему не удивляйся. Видите, пошел воздух, да? Человек дал нам воздух. А вы над ним насмеялись. А я не поддался. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ